Дата Всероссийского дня трезвости в 2019 году может считаться особенной. Современные люди все чаще страдают от алкогольной зависимости, которая становится причиной и разрушения семей, и деградации самой личности. Но самое страшное, что алкоголь не выбирает людей по возрасту. Активисты уверены, разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни нужно делать еще в детстве. Мы рассказываем детям о том, как себя вести, мы как-то радуем их и профилактируем с помощью игр, раздаем какие-то бесплатные продукты, водичку, яблочки, сахарную вату, то есть стараемся как-то позитивно влиять и позитивно доносить важную информацию. Также мы считаем важным, что профилактика зависимости, она должна проходить внутри семьи, и поэтому мы раздаем листовки, буклеты для родителей, чтобы они передавали в школы. История праздника уходит корнями в прошлое столетие, когда представители православной церкви забили тревогу и внесли предложение объявить день усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи днем трезвости. Борьба с алкогольной зависимостью длится больше ста лет. Впервые этот праздник отметили в 1913 году. Тогда в России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Сегодня по всей стране проводятся тематические акции. В Сочи местом проведения стал парк Бестужева. Лично я считаю, что 21 век это все-таки алкогольной продукции, и сейчас многие люди, которые из нового поколения, они частенько употребляют алкоголь. Я считаю, что это неправильно, и нужно больше все-таки уделять время спорту и саморазвитию. И здесь раздают воду бесплатно, яблоки, сахарную вату, пришли аниматоры. Здорово вообще, что есть люди, которые заботятся о трезвом образе жизни и устраивают подобные мероприятия. Говоря о том, как отмечают День трезвости в России, стоит вспомнить о тех проблемах, которые провоцируют алкоголь. Ведь по статистике в среднем на каждого жителя страны приходится около 20 литров спиртного в год. Эта цифра становится причиной многочисленных смертей не только от отравлений. Чаще всего люди в алкогольном опьянении становятся виновниками смертей других людей. Не стоит забывать об этом и не только 11 сентября.